Маргарита Кислова В будущем парламенте Египта ни одна из существующих партий не сумеет получить абсолютного большинства, скорее всего, будет сформирована коалиция светских сил, считает египетский политик, глава партии Конгресс Амара Аль-Мухтар Сомида. В воскресенье Верховная избирательная комиссия объявила, что 1 сентября начинается регистрация кандидатов в депутаты парламента Египта. Сами выборы пройдут в два этапа в октябре и ноябре. Окончательные результаты голосования будут объявлены только в декабре. В будущем парламенте ни одна из партий не будет контролировать большинство. Правящей партией не будет, а будет коалиция, состоящая из нескольких партий, сообщил в беседе с РИА Новости египетский политик. Во времена правления экс-президента Египта Хосни Мубарака парламент контролировала правящая Национально-демократическая партия, НДП, которая была распущена после его свержения. При этом сторонникам президента оппонировали депутаты от запрещенной организации «Братья-мусульмане», которые попадали в парламент как независимые кандидаты. После свержения президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году, партия «Свободы и справедливости», которая считалась политическим крылом «Братьев-мусульман», также была запрещена в Египте, а большинство ее лидеров оказались в тюрьме. Тем не менее, по мнению Сомиды, и исламисты, и политики времен Мубарака могут снова оказаться в парламенте. Политик поясняет, что партии религиозного толка могут воспользоваться разногласиями среди светских сил, чтобы протащить своих кандидатов. «Это произойдет в том случае, если светские силы не сумеют договориться о единых кандидатурах в избирательных округах», — сказал он. «Возвращение народных избранников в бывший НДП в парламент объясняется тем, что многие депутаты времен Мубарака избирались из влиятельных людей на местах, представляли региональную элиту». По словам Сомиды, в Египте существует пол профессиональных депутатов, которые будут востребованы новыми политическими партиями. Старые лица могут вернуться на политическую сцену после долгого отсутствия, уверен Сомида. Глава партии Конгресс считает, что в будущем парламенте основная борьба за депутатские мандаты, как и в прошлые годы, вновь развернется между сторонниками проправительственных светских сил и исламистами. При этом речь идет как о подпольных организациях, таких как «Братья-мусульмане», так и о легальных партиях салафитского толка, «Ан-Нур», с одной стороны, и о партиях левого толка и либералах, с другой. При этом Сомида выразил опасение, что у светских сил могут возникнуть проблемы из-за разрозненности, в то время как исламисты более дисциплинированы и, как правило, выдвигают единого кандидата в избирательных округах. Политический ислам по-прежнему имеет влияние в обществе, считает египетский политик. В то же время, он выразил уверенность, что будущий парламент в целом будет сотрудничать с исполнительной властью, учитывая сложную ситуацию в стране и регионе в целом. Выборы в парламент Египта должны стать последним этапом переходного периода в Египте. После отстранения от власти египетского президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году власти объявили о дорожной карте переходного периода, которая предусматривала принятие новой конституции, проведение парламентских и президентских выборов. Конституция была принята в январе 2014, президентские выборы прошли в мае того же года. Продолжение следует...